Слава Господу! Он назвал «Шесть шагов к познанию Бога». И давайте мы помолимся. Отец наш Небесный, Святый и Милосердный Господь, мы благодарны Тебе за то, что Ты на этом месте, и Ты приготовляешь наши сердца, Ты садишь в наши сердца семя, чтобы оно произрастало и приносило плод, чтобы, Боже, мы были исполнены плодов Духа, чтобы мы были подобны Тебе, преображаясь в Твой облик, возрастая в полноту возраста Христова. Дух Святой, я прошу Тебя, чтобы Ты действовал. Дух Святой, я прошу Тебя, чтобы Ты изменял нас, чтобы Ты, Боже, исправлял наши пути, чтобы наши пути были Твоими путями, и чтобы во всем, во всех наших делах, что бы мы ни делали, мы отдавали славу только Тебе одному, потому что Ты достоин. Вишемишу Амашихейн. Аминь. Хорошо, прежде чем что-то делать, всегда молиться. Это правильно. Тогда мы даем путь Богу идти впереди, признавая, что сами мы ничего не можем. И основанием того, что я буду говорить, есть книга-притч. Книга-притч, вторая глава. Когда-то у меня уже была возможность, я проповедовал по этой же книге, по седьмой главе, кажется. Сейчас я хочу поговорить о второй главе. Вообще, судя по тому, что я часто, не часто, но уже неоднократно проповедую о этой книге, можно понять, что эта книга мне очень нравится. Ну и я знаю, что многие вообще люди, как верующие, и интересно, что и неверующие люди, они так же само любят. Это популярная книга. Даже среди неверующих людей, это одна из популярных книг Библии. И это действительно очень интересная книга. Книга, наполненная мудростью Божией. Не правда ли? И если мы с вами вспомним, то большое количество высказываний, которые сказаны в этой книге, это высказывания царя Соломона. Царя, который, как мы помним, как говорит нам Писание, при встрече с Богом, он попросил как раз именно мудрости. Когда у него была встреча с Богом, он не просил ни богатства, он не просил ни славы, он не просил ни решения своих каких-то вопросов, он не просил ни победы над врагами, он попросил, Боже, хочу мудрости и знаний. И Бог, который является как раз-то источником всего, источником этой мудрости, он ему дал эту мудрость. Мудрость, ради которой люди приходили к нему, вы помните царису Савскую, которая приходила, чтобы увидеть эту Божью мудрость, которая есть в человеке. И этот человек действительно, ну действительно он был исполнен и Божьей мудростью. Бог же после того, как он дал ему эту мудрость, он приложил к этой мудрости уже и богатство, и славу, и победу над врагами, и все необходимое. И, друзья, я думаю, что на этом месте, да и вообще по всей земле, нет ни одного человека, кто не хотел бы быть мудрее. Да, ну вряд ли мы найдем среди нас человека, который скажет, я хочу быть глупцом. Вот я уже настолько мудрый, хочу быть немножечко глупее, выглядеть глупее в глазах людей. Ну, это даже ненормально, скажем так. Если человек хочет выглядеть глупее, это ненормально. Почему? Потому что сам Бог, он вложил желание в человека искать мудрости. Сам Бог вложил в желание человека быть мудрее, быть умнее. Правильно? Не правда ли? И мы знаем, что люди этого мира, они также ищут мудрости. Но какую мудрость они ищут? Они ищут мудрость мира сего. Писание говорит, что есть мудрость Божия, есть мудрость мира сего. Верующие же, что черпают? Премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей. Понимаете? Есть разница между мудростью века сего и мудростью Божией. И у нас с вами, как детей Божьих, как верующих людей, есть огромная привилегия черпать эту мудрость из источника. И все мы это можем сделать благодаря одному, благодаря жертве Ишуана в Голговском кресте, который как раз для нас и сделался этой премудростью. Я хочу вам прочитать одно местописание, это 1 Коринфянам, 1 глава, 26 стих по 31 до конца. «Посмотрите, братья, кто вы призванные? Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных. Но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное. И незнатное мира, и неучиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее. Для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом, от Него и вы, во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью, освящением, искуплением, чтобы было, как написано, хвалящийся хвалить Господом». Аллилуйя, слава Господу! И действительно, Ишуа для нас, Он стал этой премудростью. И если мы посмотрим на наше собрание, ну, давайте мы, ну, реально, много у нас кандидатов в наук, много у нас ученых. Я вот, лично я знаю одного профессора, это Кузьма Иванович, наш драгоценный. А так, ну, может быть, есть, если я не знаю, Елизавета Павловна еще. Но на пальцах можно пересчитать. Ну, не много нас таких, но у нас есть нечто большее. У нас есть премудрость Божия. И если мы посмотрим, люди этого мира, для того, чтобы иметь мудрость века всего, они делают очень серьезные шаги. Это непросто, это надо тратить много времени. Они обращаются, они учатся, обращаются к источникам той мудрости в определенной области, вот, в которой они хотят двигаться. Правда, это ведь здесь так? Ведь так мы же с вами, мы можем обращаться к Богу, которым есть источником всего. Бог, будучи Творцом, сотворившим премудростью небеса и все, что нас окружает, Он является источником этой мудрости. И, читая книгу-притч, мы можем видеть в первой главе написанные слова. Мы их все очень хорошо знаем, что начало мудрости – страх Господень. Хочешь быть мудрее – ходи в страхи Божьи. Простая формула. Хочешь быть мудрее – ходи в страхи Божьи. Но я не буду сегодня говорить о мудрости. Это было вступление. Знаете, есть проповедники, которые долго говорят, говорят, я еще не проповедую. Я не в осуждении, мне нравится это. Я поэтому так же говорю. Я еще не проповедую. Хорошо, друзья. Давайте мы откроем книгу-притч, вторую главу. Вторую главу с первого стиха. И я вам прочитаю эти стихи, если можно. Книга-притч, вторая глава с первого по пятый стих. Сын мой, если ты примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди мои, так что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости и наклонишь сердце твое к размышлению, если будешь призывать знания и взымать к разуму, если будешь искать его как серебра и отыскивать его как сокровище, то уразумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге. Небольшой отрывок, да? И я скажу за себя. Вот в моей жизни это не самый читаемый отрывок в притчах. Мне, скажу честно, больше нравились такие вот высказывания короткие, лаконичные. Один стих, такой все открывающий, с глубоким значением, там, ну, к примеру, там, благословение Господне, оно обогащает и печали с собой не приносит. Ну, такие вот короткие, емкие, там, или лучшее блюдо зелени, при нем любовь, нежели откормленные быки, при нем ненависть. Но это было до определенного времени в моей жизни. И вообще, ну, так, если посмотреть, то, если посмотреть, насколько цитируема эта часть Писания, то, ну, не сильно цитируются эти стихи. И я понимаю, ну, не только я так не сильно читал эти стихи, потому что, ну, как-то у меня получилось, я всегда старался их первые главы пройти. И, так, ну, я понимаю, конечно, что мудрость надо, все, но перейти к серьезным высказываниям. Для меня это было такое, проходящее, ну, может быть, это только у меня. Ну, говорю то, что было. Но в определенный момент Бог, Он, как раз и акцентировал мое внимание на этом отрывке, вообще Он акцентировал мое внимание на всей главе. Нету просто времени. В этой главе, вот если мы посмотрим на нее целиком, можно три проповеди сказать. Потому что эта глава, она разделена, ее можно разделить на три отрывка. Первое, если мы посмотрим, это «Если» с первого по девятый стих. Потом, если ты будешь делать то-то и то-то, то будет потом «Тогда». Тогда это будет по одиннадцатый стих, и с одиннадцатого стиха будет «Чтобы». Бог говорит, если ты будешь что-то делать, то тогда будет то-то и то-то, то-то. И это то-то и то-то, то-то будет происходить для чего-то. И сегодня я поговорю, хочу поговорить о «Если», вот о этих шести шагах. И если мы посмотрим, то для того, чтобы нам уразуметь страх Господень и найти познание о Боге, нам надо сделать шесть вещей. Первая вещь – принять, это из Писания, это с книгой «Принять», сохранить, сделать, наклонить, призывать, призывать, взывать, искать, отыскивать. Шесть вещей. И я понимаю, что это шесть шагов к познанию Богу. Я очень постараюсь вас не сильно задерживать, время ограничено, но наберитесь, пожалуйста, терпения. Шаг первый. Если ты примешь слова мои, принять слова Божьи. И если мы подумаем, то все в жизни человека начинается с принятия. Сама жизнь начинается с принятия. Да? Не правда ли? Мужчина соединяется с женщиной, женщина принимает семя, рождается ребенок. Рождается ребенок, когда он делает первый глоток, он принимает ту среду обитания, в которую Бог его вывел. С этой средой в него попадают бактерии, и начинает работать его иммунитет, потому что иммунитет ребенка, он спит, потому что у матери, он полностью в защите и охране матери. Когда он дыхает этот первый глоток воздуха, начинает работать его иммунитет. После этого мы, как родители, что мы делаем? Мы берем нашего ребенка, он подрастает немножко, берем за руку и ведем его куда? В детский садик. В детском садике мы, как родители, мы принимаем условия, которые определены правилами данного заведения. Потом начинается школа. В школе уже ребенок самостоятельно, он уже делает первые шаги к тому, чтобы принимать и брать на себя ответственность. Потом идет институт, где уровень ответственности больше, где он уже принимает больше условий, правил каких-то. Потом после этого идет работа, куда человек приходит, ему говорят, у нас на фирме или у нас в учреждении такие-то условия. Вы соглашаетесь? Да. Становитесь частью нашей команды. И в процессе, когда человек уже пришел на работу, когда он имеет какой-то опыт, что он делает? Он сам начинает эти правила предлагать вновь приходящим людям и учить кого-то. Правильно, это есть. В жизни верующих людей, друзья, все происходит точно так же. Все происходит один в один. Мы рождаемся свыше, когда Дух Святой касается нашего сердца, и мы принимаем Его действия. Что происходит? Мы осознаем нашу греховность и принимаем Иисуса Христа в наши сердца. Мы принимаем Ишуа, Мессию, Господом и Спасителем. После этого что происходит? Происходит наше духовное перерождение. И в момент вот этого нашего духовного перерождения, когда мы рождаемся свыше, наш обновленный Дух, Он начинает уже как раз бороться против этих греховных бактерий, которые окружают нас. Наш Дух, Он начинает работать, наш христианский иммунитет, наш рожденный свыше человек, Он может противостоять, потому что Ишуа, Он заплатил за эту цену и дает возможность это сделать, обновив, родив заново человека. Потом что делаем? Что происходит? Служителя берут нас и говорят, дорогой, за руку, наверное, надо тебе пойти на основы веры. Человек еще не очень сильно понимает, но принимает. Ну, если правильно хочет двигаться, то принимает. И после этого происходит, прошли основы веры, это такой духовный садик, после этого человек идет дальше, ему говорят, давай в домашнюю группу, он услышал свидетельство, думает, о, возможно, мне надо идти в домашнюю группу. Прошел какой-то этап домашней группы, люди думают, не, я хочу идти дальше. Человек идет в библейский институт, принимает условия библейского института, принимает то, что Бог с ним делает, идет дальше в семинарию. Кстати, хочу сказать, у нас из домашней группы два брата, вот сейчас, на данный момент, пошли в наш МЖБИ. Для нас это великая радость. Вот реально мы видим, что люди, они растут, они хотят познавать Бога, они хотят приблизиться к Богу. И действительно, это слава Богу за то, что они приняли в себе такое решение. И оно идет так дальше. Потом мы заканчиваем библейский институт, вступаем в служение, вступаем в нашу жизнь, начинаем сами учить людей, и помогать возрасти ученикам Христовым. Но происходит это благодаря тому только, что мы принимаем. Мы принимаем. И успех, если мы посмотрим, успех в жизни, как верующих людей, так и неверующих, он зависит, насколько мы принимаем. Мы можем видеть, у нас есть примеры, в нашей школе были дети, которые там, или в институте, которые люди принимали условия, они успешны, они достигали каких-то успехов, высот, в постижении наук, в той отрасли, в которой они двигались. А есть люди, которые не принимали условий, и они были неуспешны. В христианской жизни так же само. Если мы принимаем Божьи условия, если мы принимаем всецело Его Слово, если мы принимаем всецело Его действия в нашей жизни, то мы будем успешны. Если же мы не будем этого делать, то этого не будет происходить. И Писание, оно исполнено примерами этого. Вообще, интересно то, что... я немножко пойду с другой стороны. Зачастую в нашей жизни происходят моменты того, что мы, говоря в себе, что мы принимаем, на самом деле не принимаем. Вы знаете, я думаю, что все люди проходили, все сидящие, но во всяком случае многие, когда только уверовали, у всех возникал такой вопрос. Почему, если Бог есть любовь, мы видим столько крови в Ветхом Завете? Почему целые народы Бог говорил под корень, не жалея никого? И вы знаете, я тоже, я не отличаюсь, у меня тоже были такие вопросы. Мы с моей женой служили на реабилитационном центре, и по мере того, как мы возрастали в Боге, познавали Бога, у нас возникали эти вопросы. И вопрос этот у меня возник в жизни, потому что ко мне пришел один реабилитант и говорит, вот у меня к тебе такой вопрос. И я ему сказал, я говорю, ты знаешь, брат, я не могу, я честно, не могу тебе дать стопроцентный ответ из Писания, я не настолько духовно возросший, прошло там два года, как я покаялся, я еще не знал, как ему ответить. Давай будем молиться, давай будем молиться и попытаемся просто принять, ведь это сказал сам Бог. И вот в своей жизни я потом пошел в тайную комнату и задал себе сам вопрос. И я начал размышлять, и я понял, что я не понимаю. Вот я не понимаю. У меня был вопрос к Богу. Почему? Я размышляю, и я не понимаю. Но я сказал себе, говорю, Боже, я не понимаю, я верю, что придет время, когда я пойму, когда ты откроешь мне. И я принял и пошел дальше. Этот брат, к сожалению, он не принял. И он отошел, он упал. Пару лет назад он приезжал ко мне в колоссальных проблемах, в зависимости. И когда я с ним садился и разговаривал, я понимал, что его проблема от того, что он не принимает. У него была своя концепция на все написанное в Писании. И мы можем с вами, знаете, мы вырастаем духовно, такие вопросы, они у нас уже открываются, мы познаем все. Но бывают ситуации, когда внутри своего сердца мы говорим, Боже, мы принимаем, но. Мы принимаем, но. Но когда есть в жизни приставка но, это не есть всецелое принятие. Принимаем, это вообще принимаем, и говорим, да, я не знаю, я не понимаю на данный момент, но ты творец, ты Бог-седержитель, я принимаю твою волю и власть. И вы знаете, Писание, оно по этому поводу пишет. Я хочу вам прочитать послание к римлянам. Девятая глава, двадцатый стих, двадцать первый. А ты кто человек, что борешь с Богом? И зелье скажет ли, сделавшему ему, зачем ты меня так сделал? Не властен ли горшечник над глиную, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для смеси, для почетного употребления, а другой для низкого. И я не буду читать весь отрывок, но в преддверии этих слов написано о том, что было два брата, Исаф, Ияков. Они еще не родились, ничего еще никто не сделал, но Бог сказал, одного я возлюбил, другого возненавидел. Если начинать в своем разуме думать и говорить, Боже, почему так? Ты запутаешься в разуме. Это нельзя понять. Человеческий ум, он не может этого понять. Это можно или принять, или не принять. Как можно дать объяснение, почему Бог, когда еще они не родились, ни одного поступка не сделал, но одного возлюбил, другого не возненавидел. Я советую вам не думать и не размышлять по этому поводу. Это надо принять, как написано в этих стихах, которые я прочитал. Друзья, и в нашей с вами жизни наш успех на пути в небеса, наш успех на пути к Богу, он зависит от того, насколько мы принимаем Слова Божьи. Принимаем ли мы их всецело, или мы остаем себе место и говорим «но». Хорошо, шаг второй. Слава Богу, сейчас повесили часы, так что можно себя контролировать. Аллилуйя. Шаг второй. Сохранишь при себе заповеди мои. Что значит «сохранишь при себе»? Мне вообще, скажу честно, в этом отрывке очень нравится слово «сочетание» «при себе». «сохранишь при себе». Сохранишь при себе. Что значит при себе? При себе – это не Библия, которая лежит у тебя в сумочке, или которая у тебя в портфеле лежит, или у тебя в мобильном телефоне. При себе – это не местописание, которое у тебя на холодильнике или повешено в квартире. При себе – это то, это то, что находится внутри тебя. Это то, чем ты в любой момент можешь воспользоваться. Это то, что ты всегда можешь в любую минуту взять и использовать для себя. Вы понимаете, друзья? Это очень важный момент. Это то, это при себе, то, что внутри тебя, это то, что двигает твоей жизнью. Это то, что формирует твою веру. Это то, что двигает твою веру. Это то, что внутри твоего сердца. И вы знаете, мы с вами можем принимать от Бога. Мы первый шаг делать. Мы можем принимать от Бога. Но если мы не сохраним, это будет тщетное наше принятие. Мы должны принять, сохранить и принести плод. Вы помните притчу о сейтехе? Все помнят. Четыре варианта. Один правильный и три варианта того, как человек не хранит. Принимает. Почва – это сердца человеческие, которые не хранят. И чтобы человек сохранил заповеди, чтобы человек сохранил отношения с Богом. И для меня есть вот яркий пример человека, который это делал. Вообще, если мы посмотрим и в Ветхом, и в Новом Завете очень много таких примеров, но для меня ярким примером является вот человека, который сохранил, является мать Ешоа Машеха, Дева Мария. О ней не очень много написано в Писании, но, скажу честно, для меня это пример веры. Эта сестра, эта женщина, она является для меня примером веры. Она, в отличие от учеников, которые после того, как Ешоа был распят, она не усомнилась, что Он есть Господь. Мы не видим этого в Писании. Из этого можно предположить, что она этого не сделала. Да, мы недавно буквально говорили о том, о истории, что Сережа, кажется, говорил о том, что ученики шли после этого времени, когда Ешоа был распят. Ешоа пристал с ними, они говорят, был между нами пророк, сильный в слове и деле. Буквально прошел пару дней, и те, которые называли Его Господом, они сказали, был между нами пророк. Да? И они, прошу заметить, они видели славную часть жизни Ешоа. Они видели период Его служения, когда Он пристал, когда сошел Дух Святой на Него, когда Он пристал в силе, с чудесами, знамениями начал действовать среди народа Израилева. Что же происходило с матерью Ешоа? Она видела Его все дни. Она видела Его, когда Он родился, когда Он был маленький. И вы знаете, я думаю, что Он не родился с Библией в руках и не сидел все свои дни, читал Писание, изучая. Нет, Он рос, Он был еврейским мальчиком, Он рос, игрался, Она ему меняла подгузники, так же самое, все, она видела, она видела все Его дни, она видела, как Он вступает в служение, как происходили те же чудеса и знамения. И вы знаете, она была дочерью своего времени. Как и все, как и ученики, так и она, она ждала и знала, что Мессия, Он будет Избавитель Израиля. Что вот это вот иго, которая, римская иго, оно будет свержено. Вот они же представляли, что придет Ешоа, га, бах, всех победил, воцарился над Израилем, и царство Израиля будет свободным. Она, я думаю, что она не отличалась от своих соплеменников. Она мыслила так же самое. Но она не потеряла, она не усомнилась ни на секунду в том, что Ешоа есть Мессия. Почему? Потому что она все то, что происходило, слагала в сердце свое. Мы видим в Евангелии от Луки есть несколько местописаний, которые как раз говорят, что Матерь Его, Она сохраняла все слова в сердце своем. Матерь Его, Она сохраняла все слова в сердце своем. И мы с вами также должны сохранять слова, которые Бог говорит в наши сердца. Принимая Его Слово, мы должны это хранить. Мы должны слагать внутри себя. Для чего? Для того, чтобы не потерпеть кораблекрушение в вере. Мы читаем местописание, где люди терпят кораблекрушение в вере. Это может, не факт, что если ты принял Ешоа, все, все, ты спасен. Да, это спасение, но есть путь спасения. И можно пройти этот путь в вере, а можно потерпеть кораблекрушение. Хорошо, друзья, давайте перейдем к третьему шагу. Так что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости. Слово сделаешь. Ухо твое сделаешь внимательным к мудрости. Сделать это то, на чем надо потрудиться. Это то, к чему надо приложить усилия. Само значение этого слова, оно несет активное действие. Это не пассивное ожидание. Это сделаешь, это проявишь какую-то активность. И возникает сразу вопрос, как же нам быть внимательным к мудрости? Вот практически, как это сделать? Ответ очень прост. Творец, он сотворил нас с людьми со свободой выбора. У нас с вами свободная воля, и мы можем выбирать то, что мы хотим. Мы можем выбирать, что сделать, а что не сделать. Мы можем выбрать, делать ли наше ухо внимательным или не делать. Не правда ли? Это в нашей власти. Мы можем делать внимательным, можем не делать. И когда мы включаем проповедь, когда мы приходим на собрание слушать Слово Божие, что мы можем? Мы можем слушать, а сами делать покупки в Таврии В. Это реально. Мы можем включить проповедь, а сам идешь по Дерибасовской гуляешь или по Приморскому бульвару. Такое бывает. Зачастую мысли наши улетают. Но когда мы садимся, когда мы приходим в собрание с ожиданием того, что Бог сегодня будет давать нам духовную пищу, с ожиданием того, что Бог будет сегодня работать в нашем сердце, тогда мы с благодарностью принимаем его действия. Мы делаем наше ухо внимательным к слушанию. И вы знаете, я не исключаю, что когда мы будем делать наше ухо внимательным, наши мысли будут отвлекаться. Но мы имеем возможность остановиться и сказать нет, я буду это делать. Я приложу усилия и я буду это делать. И поверьте мне, что придет время, определенный период времени, и эти моменты посещения посторонних мыслей, они будут все меньше и меньше тебя одолевать. Ты будешь, ты сделаешь свое ухо внимательным к мудрости. и важный еще один момент. Даже в изучении Писания, даже в отношении того, что мы приходим на собрание, мы приходим не для Бога, не для галочки. Мы не читаем, потому что нам надо почитать. Мы не читаем, потому что я хочу прочитать Библию за год или за полгода я такой молодец. Нет, лучше почитать одну главу в день. Лучше не слушать 20 проповедей и потом у тебя каша в голове, ты не понимаешь, думаешь, что же Бог не хотел сказать. Послушай одну проповедь, почитай одну главу, не можешь одну главу, прочитай 10, 10 стихов, но размышляй о том, что Бог говорит, думай о том, что Бог говорит, наклоняй свое ухо к мудрости и тогда ты увидишь плод в своей жизни, эти 10 стихов, они принесут больше плод, чем 5 проповедей, которые пролетели мимо тебя, потому что ты был в это время на Дерибасовском. Мы должны сделать свое ухо внимательным, мы должны размышлять. Вы помните первый псалом? Блажен муж, да, помните? Если будешь размышлять о законе его день и ночь, то будешь как дерево, посаженное при потоках вод. Если будешь размышлять, если будешь наклонять свое сердце к мудрости. Аллилуйя! Шаг четвертый. Наклонишь сердце твое к размышлению. Мне очень нравится этот стих. Наклонишь сердце свое размышлению. Наклонишь свое сердце. Вы знаете, я думаю, что это сфера наших отношений с Богом. Это сфера нашего духовного состояния. Это состояние, которого никто не видит. Это состояние знает только ты и Бог. Знаете, можно опять же делать вид глубокого поклонения, поклоняться непонятно кому. Это может, человек может, но наше сердце, оно должно быть наклонено. Наше сердце, оно должно быть наклонено перед Богом. мы должны понимать, что мы стоим не просто так, мы стоим пред дворцом, мы стоим пред вседержителем, мы стоим пред царем царей. И вы помните, я, когда готовился, в моем сознании сразу возникли такие картинки. Я начал вспоминать детские сказки, где перед султаном приходят его слуги, как они ходят. Они даже не разъебаются, они не могут разогнуться, потому что это великий царь, великий султан. Эти султаны по сравнению перед Богом, они ничто. Бог творец всего, Бог владыка всего, и мы должны быть сердцами наклоненными перед Богом, потому что если наши сердца, они не будут наклонены перед Богом, если наши сердца не будут сокрушены перед Богом, мы очень легко можем встать в состояние такое гордецов небольших. Кто не поклоняется перед Своем? Человек, который ставит себя на одном уровне с Ним. Если ты понимаешь величие Божие, то ты будешь всегда преклонять свое сердце перед Богом, ты будешь всегда наклонять свое сердце к Нему. Понимаете? Друзья, и если этого не делать, Бог гордым противится. Бог гордым противится, ты становишься противником Бога, потому что ты ставишь себя на один уровень с Ним. И Бог, будучи творцом всего мироздания, Бог, будучи владыкой неба и земли, Он ожидает от нас с вами, как от своего творения, чтобы мы к Нему поклонялись, чтобы мы были искателями Бога, чтобы мы были поклонниками Бога, и во все времена и сроки в Писании мы видим всевозможные формы поклонения Богу, мы видим, что люди поклоняются Богу, но в Евангелии от Иоанна написано в 4 главе 23-24 стих, вы все его хорошо знаете, но настанет время и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в Духе истины, ибо таких поклонников Отец ищет себе, Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе истины, и то, что происходит сейчас на земле, это всего лишь небольшая репетиция того, что будет происходить потом в вечности в небесах, вы знаете, там будет 24-часовое поклонение, и я уверен, там не будет ни одного несокрушенного сердца, туда не пройдет несокрушенное сердце, туда не зайдешь с сердцем вот таким вот, туда можно будет пройти только с наклоненным сердцем, если твое сердце будет не наклонено, ты не сможешь туда пройти, и вот этот шаг он нас приводит к пятому шагу, если будешь призывать знания и взывать к разуму, и интересно то, что, да, корнем слова призывать есть слово звать, и я отношу вот этот стих к сфере нашей молитвенной жизни, и знаете, друзья, мы можем с вами делать правильные вещи, мы можем с вами изучать Писание, мы можем с вами слушать много проповедей, мы можем с вами ходить в библейский институт, в духовную семинарию, но если у нас с вами не будет личных взаимоотношений с Богом, если мы не будем приходить к Творцу, иметь общение с Ним, то мы будем страдать, и мы, я думаю даже, что мы не получим полного познания Бога, мы не познаем Творца, потому что Писание, это Слово Божие, Писание, это есть сам Бог, но если мы посмотрим ситуации, даже которые описаны в Писании, они имеют всевозможные грани, и в той или иной ситуации, есть несколько мест Писаний, которые будут брать одну сторону или другую, но только отношения с Богом, они помогут тебе направиться в нужном направлении, и двигаться в нужном направлении, и мы с вами, будучи детьми Божьими, должны иметь вот такие близкие отношения с нашим Богом, и сам Господь Ишуа, Он показал нам то, что Он имел эти отношения, вы помните, да, не правда ли, что после своих служений, после великих чудес, после великих знамений, которые Бог производил через Него, который Ишуа творил, что Он делал? Он бежал молиться, Он бежал к Богу, Он бежал на гору для того, чтобы иметь эти отношения, близкие отношения с Богом, и Он показал нам с вами этот путь, но в принципе, можно сказать, дорогой брат, мы все это прекрасно понимаем, уже как бы, я не знаю, может быть, есть вообще здесь неверующие люди, те, кто не приняли Ишуа в свое сердце на данный момент, видите, тут все, все верующие, и все об этом знают, что надо молиться, ну, как бы, это первое, что говорится, что надо молиться, надо иметь отношение с Богом, да, но хочу акцентировать внимание на том, что я вот связываю это местописание о нашей молитвенной жизни в момент, когда мы изучаем Писание, когда мы приходим для того, чтобы получить какую-то духовную пищу, потому что, если мы вспомним, мы эти примеры имеем в Библии, помните местописание послания Ефесянам, 1 глава, 15 стих, если можно, пожалуйста, Ефесянам, 1 глава, 15-16 стих, да, так, минутку, апостол Павел молится о учениках, посему я услышав о вашей вере во Христа Иисуса и любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его, и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия Его для святых, и как месмерно величие могущества Его в нас, верующих по терзию державной силы Его. И мы видим, что апостол Павел, он очень четко понимает, что надо ученикам. И он просит Бога, чтобы Бог дал им духа премудрости и откровения к познанию самого Бога. И вы знаете, для нас эта молитва может быть примером, и я, во всяком случае, в своей жизни практикую эту молитву. Когда я сажусь изучать Писание, я прошу Бога, чтобы Бог дал мне духа премудрости и откровения к познанию Бога. Я вообще стараюсь молиться перед изучением слова, практически всегда это делаю, но зачастую я молюсь этой молитвой. Если нет, я прошу Божий, чтобы Он открыл мое ухо, чтобы Он открыл мое сердце, чтобы я принимал то, что Бог делает. И для нас с вами это есть хорошая практика, для нас с вами это момент того, что мы призываем знания, для нас это то, что мы взываем к разуму, потому что Бог является источником всего. мы не можем получить знания, мы не можем без Бога получить ничего. И как дети мы приходим к своему Творцу и просим Боже, я взываю Тебе, дай мне понять то, что Ты говоришь, вложи в меня то, что Ты делаешь или будешь делать сегодня в собрании. Я не хочу просто прийти, просидеть два часа, сделать вид, что я хороший, правильный, верующий, хожу в шаббат, хожу на молитвенное служение, даже на домашнюю я хочу познать Тебя. Аллилуйя! Ну, последний шаг. Я не сильно вас задерживаю, друзья. Аллилуйя! Слава Господу! Последний шаг. Искать как серебра и отыскивать как сокровище. Да? Очень интересное предложение. Искать как серебра и отыскивать как сокровище. И мы с вами понимаем, что сокровище это что-то такое, нечто очень дорогое, очень ценное. По поводу серебряна вообще просто. Мы понимаем, что это все деньги. Это деньги. И Писание говорит, что мы должны искать Бога, искать мудрости как серебра и как сокровище. Давайте посмотрим, а как же мы ищем серебра. Да? Вот если посмотреть, то человек вот взять даже нас, человек, который имеет определенные финансовые финансы, Бог дал ему возможность заработать, что он делает? Он хочет, он инвестирует это для того, чтобы, оно должно приносить прибыль. Это нормально, чтобы оно приносило прибыль. И мы готовы это делать. Это люди, у кого определенные способности, кому Бог дал дар зарабатывания денег. те из нас, которые не имеют этих способностей и не имеют финансов, что мы делаем? Мы готовы трудиться. Мы готовы трудиться, не покладая в руку. Иногда мы трудимся даже так, что это идет во вред нам. мы устаем, но мы готовы зарабатывать деньги. Мы готовы прилагать к этому время, усилия, здоровье. Мы готовы это делать. И вы знаете, что Дух Святой, который говорит через Священное Писание, Он лучше даже нас знает. Вы знаете, даже лучше нас знает все это. Потому что от Бога нет ничего сокровенного. И здесь мы видим такой простой интересный пример. Бог говорит, искать как серебра, отыскивать как золото. Будем ли мы с вами инвестировать в нашу духовную жизнь? Да? Вопрос. Мы готовы инвестировать финансы для приобретения финансов, но Бог говорит, что вы должны делать это как финансово в вашей сфере. Готовы ли вы это делать таким же образом? Вы знаете, друзья, и духовное инвестирование это самое надежное инвестирование. Это инвестирование в банк небесный. Этот банк никогда не прогорит, этот банк никогда не лопнет. И дивиденды, я хочу сказать вам, там тоже самые лучшие. И слава Богу, что мы это делаем. Да, вот когда у нас происходят какие-то ретриты, какие-то мероприятия, мы в ущерб себе, мы оставляем иногда бизнес. Мы говорим, Боже, я доверяю Тебе, как оно будет идти, я принимаю решение, я хочу наполняться от Тебя, я хочу искать Тебя, как золото, как серебра. Когда приезжает какой-то помазанный служитель, мы тоже иногда мы оставляем работу, даже какие-то дни, когда мы работаем, оставляем, приходим для того, чтобы послушать эту мудрость. Но делаем ли мы это в постоянстве, делаем ли мы это всегда, и готовы ли мы искать этого, как серебра, и отыскивать как золото. Вот такие вот простые шесть шагов. но которые помогут нам ходить в страхе Божьем и познавать нашего Творца. Друзья, сейчас мы будем поклоняться Богу, и я верю, что Бог, Он будет действовать в наших сердцах. Во всяком случае, когда я получил это слово, Бог, Он очень сильно говорил внутри меня. Он показывал те сферы, над которыми мне надо работать. Мы с должны очень четко понимать, что нельзя что-то упустить из этого. Нельзя сказать, я буду принимать, но мне не надо хранить. Нельзя что-то оставить. Это все важно. Если мы будем это делать, то мы найдем познание Бога. Я хочу познавать Его еще больше. Я верю, что вы здесь, потому что вы тоже хотите познавать своего Творца. Вы знаете, многие из нас много молятся времени о том, чтобы ходить в страхе Божьем. Простые шагов, которые помогут уразуметь страх Господня и иметь познание Бога. Давайте мы встанем на наши ноги. Давайте мы будем поклоняться нашему Богу. Сегодня всем нам надо сдаться перед Ним. Сегодня всем нам надо принимать это. Субтитры опять встаю пред тобой мой Бог тебе все отдам теперь все отдам тебе сейчас Бог приближай меня врачая жажду тебя я встанем двум Я с встанем тебя я под дам тю Бог Пусть душа вперед, ты слышишь мой, Себя на голове, себя на голове. Я стою с Богом, я стою с Богом, Чтобы познать Себя, чем больше знать Себя. Я стою с Богом, я стою с Богом, Чтобы познать Себя, чем больше знать Себя. Я стою с Богом, я стою с Богом, Чтобы познать Себя, чем больше знать Себя. Я стою с Богом, я стою с Богом, Чтобы познать Себя, чем больше знать Себя. Я стою с Богом, я стою с Богом, Чтобы познать Себя. Боже, Святый, мы сдаемся перед Тобой Боже, мы хотим знать Тебе Мы хотим пощупить Твоего голоса Святый в это время, Дух Святой, я прошу Тебя, чтобы Ты помог каждому узнать Из нас принимать все те слова, которые Ты говоришь внутри наших сердцев Святый, я прошу Тебя, чтобы Твой Дух помог нам сохранять эти слова, Господи Боже, помоги нам сделать внимательными наши уши к Твоему Слову Боже, помоги нам призывать к разуму и быть людьми с наклоненными сердцами Отец Небесный, помоги нам, Боже, от письма китая, как серебра и как золото Я сдаюсь Богом, чтобы познать Тебя Хочу больше знать Тебя Я сдаюсь Богом, чтобы познать Тебя Хочу больше знать Тебя Я сдаюсь Богом, я сдаюсь Богом, чтобы познать Тебя Хочу больше знать Тебя Я сдаюсь Богом, я сдаюсь Богом, чтобы познать Тебя Хочу больше знать Тебя Я сдаюсь Богом, я сдаюсь Богом, чтобы познать Тебя Хочу больше знать Тебя Отец Небесный, спасибо Тебе за это прекрасное время, в которое Твой Святой Дух он служил нам Спасибо Тебе, Господи, за то, что Ты среди Своего народа И Ты никогда не оставишь нас и не покинешь нас Мы, как народ Твой, как люди, собранные в удел, мы благословляем Твое Святое Имя Друзья, наше собрание закончено Но наше служение и хождение перед Богом, оно продолжается Поэтому помните, что все мы призваны быть Светом Ишоа Мессии Когда Вы будете идти домой, не забывайте о Ваших десятинах и пожертвованиях Не забывайте улыбнуться друг другу Благословить друг друга И сказать, Ты Сын или Дочь Божья